Российский социолог и журналист Игорь Яковенко присоединяется к нашему эфиру. Игорь Александрович, приветствуем. Добрый день. Здравствуйте. Игорь Александрович, кажется, трещит по швам еще один довод, который относительно недавно озвучивали представители Российской Федерации, о том, что наши такого творить не могут. Ну, то есть, мало того, что они делали это на украинской земле, так теперь еще и в России тем же занимаются. Ну, это они еще, я имею в виду, жители Белгородской области, еще не почувствовали на себе, так сказать, тяжелую лапу защитников в лице кадыровских войск, потому что там вроде кадыровцы собираются, вот эти тиктокеры кадыровские собираются в Белгородскую область войти. Правда, пока этого не произошло, но если они придут, то я думаю, что белгородцам придется туго. Вообще состояние Российской армии, ну, как и в целом состояние Российского государства, это такое состояние предхаусное, если уже не перешедшее в хаос. Так что здесь удивляться тому, что мародерство, действительно мародерство, это, в общем, такой атрибут. Ну, кроме всего прочего, здесь, понимаете, во многом играет роль абсолютная бессмысленность. То есть, на самом деле, поскольку ни один человек сегодня не может сформулировать, а зачем же, собственно, начитая эта война, зачем Путин отдал приказ напасть на Украину, ни сам Путин, никто не может это сформулировать. Поэтому сама эта бессмысленная война, она порождает вот и поведение такое, потому что люди не видят смысла в этой войне, люди... Эта война не освещена каким-то, какой-то целью. И отсюда, в общем, и деградация в значительной степени армии. Плюс к этому еще и деградация от кадровой политики. Армия, так же, как и весь государственный аппарат, она длительный период была подвержена, так сказать, такой своеобразной кадровой политике, когда зачищались все люди, которые обладали какими-то нравственными качествами, в том числе и политической ответственностью. То есть такие люди, как генерал Рохлин, например, генерал Лебедь, они были уничтожены, были убиты. А, в общем, как известно, рыба гниет с головы. И когда во главе армии стоят такие люди, как, например, генерал Суровикин, это единственный... Просто, ну, надо вспомнить историю. Это был единственный... Он тогда был старшим лейтенантом. Это был единственный командир в российской армии, который, значит, не сдерживал свои бронетранспортеры. И они тогда убили трех человек около Белого дома. То есть, на самом деле, вот и такие люди, такие вот конкретно люди, они оказываются во главе вооруженных сил. То есть рыба тухнет с головы. И поэтому некому абсолютно в российской армии сдерживать, так сказать, какие-то вот эти звериные инстинкты своих подчиненных. Поэтому происходит, в том числе, поэтому происходит мародерство. Надо вспомнить, что мародерство, в общем, оно не являлось, не является, так сказать, атрибутом вот только нынешней, нынешних вооруженных сил России. Оно было и во Вторую мировую войну, когда Красная Армия вступила на территорию Европы. Там было мародерство. Но тогда все-таки за мародерство и насилие в отношении мирных граждан не всегда, но зачастую расстреливали. Расстреливали. Сейчас этого нет. Сейчас этого нет, потому что во главе вооруженных сил стоят вот такие вот отобранные по принципу отрицательной селекции персонажи, как Суровикин, как Шойгу, который на самом деле вообще ничем не руководит. То есть ясно, что Шойгу в принципе не командует армией, не имеет никакого влияния в армии, никакого авторитета. То есть на самом деле вот все это поведение российской армии, оно связано с длительной кадровой, в том числе с длительной кадровой политикой на протяжении 23 лет, которую осуществлял Путин, и с полной бессмысленностью этой войны. Просто когда нет цели, то тогда возникают у каждого свои цели, а именно цель нахапать, награбить и так далее. То есть потому что никакой другой цели в этой войне просто не существует. Да, ну и тут надо еще признать, что мародерство не самое страшное, что совершают российские военнослужащие, а множество фактов зафиксировано. Это разбои и даже убийства в исполнении демобилизованных вагнеровцев, бывших зэков, это происходит во многих регионах России. Вот интересно, как много еще открытий о собственной армии предстоит сделать россиянам? Глаза насколько широко будут открываться? Или уже все, что можно было увидеть, самое похабное, уже сделано и увидено, и дальше некуда уже прозревать? Да нет, конечно, это самое начало. На самом деле, пока еще ничего не началось. Пока еще это какие-то отдельные факты, какие-то отдельные зэки, те, кого Пригожин навербовал в свое бандформирование, отдельные зэки, значит, уцелевшие, вернулись. Но все еще впереди. Впереди еще то, что после поражения от вооруженных сил Украины уже не единицы, и не десятки, и не сотни, а десятки и сотни тысяч представителей российских вооруженных сил хлынут с оружием зачастую, и, как правило, с оружием, хлынут из Украины на территорию России. Они поедут не в какие-то деревни, они поедут в крупные города, они пойдут в Москву, и там будут массовые грабежи, я не исключаю, по крайней мере, очень вероятно, что к этому моменту российская государственность начнет трещать и в конечном итоге рухнет. И начнется смута. И вот тогда, да, вот именно тогда, вот все, что сегодня представляет собой условно называемое объединение под названием российская армия, вот тогда начнется настоящий кровавый хаос. В российской истории такое было неоднократно, тогда это называлось смута. Но я думаю, что масштаб этой смуты, он будет чрезвычайно большим. Я не уверен в том, что он будет сопоставим с той смутой, которая произошла в России после 1917 года, после переворота Октябрьского, но он будет сопоставим с ней. И поэтому, тем более, что, в общем, все это будет происходить с использованием новейшего вооружения, которое будет принесено в Россию. Так что, то, что тот ветер, который Путин посеял в Украине, я думаю, что в Россию саму он вернется в виде гигантской бури, которая уничтожит российскую государственность. Игорь Александрович, мы черпаем информацию из разных источников. Не означает, что доверяем этой информации, а чаще перепроверяем достоверность этих данных. Появилась информация на эхе, согласно которой портрет среднестатистического россиянина, который погиб на войне, несколько изменилось. Ну, то есть, если раньше говорили о 21-летнем солдате-контрактнике, а, скорее всего, солдате, которого тем или иным способом заставили перейти на контракт, то теперь это 34-летний заключенный, попавший на фронт из колонии. По имеющимся у вас данным, насколько эта картина соответствует действительности? И если все-таки соответствует, о чем это свидетельствует? Вы знаете, я не уверен, что это так, потому что общее количество... Вы сейчас говорите о портрете, я просто не очень точно уловил. Вы сейчас... Я просто не читал эту информацию, признаюсь. Да, портрет среднестатистического могилизованного. А, то есть убитого. Да. Это портрет, портрет убитого. Да, тогда в этом... Да, я просто, когда я услышал, я просто решил, что это портрет среднестатистического военнослужащего. И здесь у меня, конечно, были возражения. Потому что я думаю, что все-таки среднестатистический военнослужащий это другой человек. Это, скорее всего, все-таки не бывший зэк. Это, скорее всего, все-таки мобилизованный. Это мобик так называемый. А что касается погибшего, то да, я думаю, что здесь близко к истине. Потому что основная масса погибших, это действительно были, ну, по крайней мере, за последнее время, это огромное количество, возможно, 100 тысяч человек. Это те, кто погибли в последний период войны, когда, в частности, Пригожин устраивал вот эти вот бесконечные мясные штурмы. И здесь действительно погибло очень большое количество людей. Я все-таки не думаю, что основная масса, да, доля вот этих зэков, она была очень велика. Ну, просто здесь мы располагаем числами, цифрами. Пригожин утверждает, что в вагнеровцев погибло 20 тысяч. Я думаю, что эта цифра преуменьшена раза в два, скорее всего, по некоторым косвенным показателям. То есть это 40 тысяч. Но это все-таки не большинство. Безусловно, среди погибших вагнеровцев основную часть, основную часть составляют, конечно, зэки. Безусловно. Потому что Пригожин очень бережет, берег, скажем так, вот эту свою основную, основное ядро, костяк своей банды, которая состоит из бывших спецназовцев, бывших ФСБшников, бывших грушников и так далее. То есть это вот профессиональные военные, которые и, собственно, составляют, дают возможность ЧВК «Вагнер» обладать определенным боевым потенциалом, существенно превышающим потенциал средней российской армии. Вот их он бережет, этот костяк. Это костяк не очень большой, он в самом большом, в пике составлял не более 10 тысяч человек. А в целом у него порядка 50 тысяч было тоже в пике. И вот из них где-то порядка 40 тысяч погибло. Это как раз в основном бывшие зэки. Но это не большинство погибших. То есть, скорее всего, с этим портретом, который вы сейчас только что процитировали, можно согласиться, если иметь в виду погибших в последний период. Вот за последний период, пожалуй, да. Пожалуй, вот это был типичный портрет, ну, скажем, за последние 5-6 месяцев войны. Думаю, что да, с этим можно согласиться. В основном действительно утилизировались вот эти вот бывшие зэки. То есть, это был расходный материал, который не жалко. И Пригожин именно так и исходил. Из того, что совершенно не жалко. Вот это совершенно бесплатное пушечное мясо, которое он получил в подарок от Путина и щедро израсходовал под бахмутом. Поэтому вот, наверное, можно согласиться с таким портретом. Да, Игорь Александрович, вы правы. Именно про первые 3 месяца и последние 3 месяца идет речь в этом аналитическом материале. Так что вы точно это поняли. Спасибо вам большое. Игорь Александрович Яковенко, российский социолог и журналист, был в нашем прямом эфире. Игорь Александрович Яковенко,